Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габеша и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Спасатели освободили мужчину из-под бетонной плиты. На улице Октября блок съехал по грунту на работника. Гранд-пицца, танцевальный флешмоб, лазерное шоу и еще масса сюрпризов. В Сочи отметил свой день рождения. В Сочи выбрали супермаму. Традиционный конкурс в этом году стал юбилейным и особенно праздничным. В Ялте состоялось заседание Президиума Госсовета. На нем обсуждали выполнение национальных проектов в рамках реализации майского указа президента. Впервые Владимир Путин говорил об этом не только с министрами, но и с губернаторами. Участие в диалоге принял глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В ходе совещания президент напомнил о задачах, которые были поставлены. Необходим прорыв в здравоохранении, образовании и вопросах инфраструктуры. Результатов мы с вами должны добиваться не в учреждениях, а на территориях, там где люди живут. В городах, в поселках, в деревнях. Нам нужно, чтобы люди увидели эти изменения реально, не на бумаге, не в отчетах. Когда смотрю и читаю запланированные показатели, ну условно, конечно, что нужно увеличить количество посещений в учреждениях культуры в два раза, сразу возникает вопрос. Это кто будет посещать эти учреждения культуры? Какие это учреждения культуры? Это будут посещать одни и те же люди, будут просто чаще ходить? Либо это разные люди. И самое главное, что они там увидят, насколько увидят, услышат, почувствуют, насколько то, что они увидят и почувствуют, будет соответствовать тому, чтобы люди чувствовали свою связь, неразрывную связь с национальной культурой. В свою очередь Вениамин Кондратьев отметил, что на Кубани к 2024 году планируется обновить материально-техническую базу более 150 домов культуры. Их модернизация должна пройти поэтапно. В первую очередь к работам приступят в ДК, которые находятся в сельской местности. Также за шесть лет в регионе намерены построить и реконструировать 19 культурно-досуговых центров, обновить 12 кинозалов и два театра. Вениамин Кондратьев добавил, что только за последние три года финансирование работ по ремонту домов культуры увеличилось в 20 раз. Всего на Кубани в рамках майского указа президента планируется реализовать 41 региональный проект. Память Николая Кондратенко почтили в станице Пластуновской в эти выходные. Экс-губернатора Кубани не стало пять лет назад. Вспомнить батьку Кондрата. Так прозвали Николая Игнатовича земляки. На его малую родину приехали его родственники, коллеги и друзья. Цветы к могиле политика возложил глава региона Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Кубанцы запомнили Николая Кондратенко как грамотного руководителя и патриота своего края. Можно по-разному относиться к его способам и методам, но то, что он безгранично любил свою землю, он искренне верил в то, что он делает для своего народа, для своего края, для страны и приносит ему благо, вот в этом спорить нельзя. Это патриот с большой буквы. И он делал все, чтобы сохранить землю, сохранить народ кубанский, чтобы он был сытым, чтобы он был счастливым. До последнего дыхания делал. Невзирая на определенное и сильное сопротивление, потому что, когда он был губернатором, непростые, далеко не простые годы были и для нашего края, и для всей страны. Но он смог. Смог сохранить и придать нам неразграбленную и богатую Кубань. Он сохранил село. А сохранив село, по большому счету, он сохранил Кубань. И действительно, мы наследство от него получили неразграбленную, а живущую Кубань. Николай Кондратенко прошел путь от простого сельского работника до яркого политика. В декабре 1996 года он триумфально победил на губернаторских выборах. За него проголосовало 82% избирателей. И именно, батька Кондрат был первым удостоен медали Герой труда Кубани. В Сочи объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие сутки ожидается усиление ветра, ливни. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. В случае происшествий звонить по номеру 112. К другим новостям. Спасатели освободили мужчину из-под бетонной плиты. В субботу при проведении строительных работ на улице Октября произошло обрушение. Съехав по глиняному грунту, бетонный куб зажал ногу работника. Врачи скорой помощи наложили пострадавшему жгут, после чего спасатели МЧС вместе со строителями приступили к подъему бетонного куба. Подложив под него пневматические подушки, специалисты при помощи башенного крана приподняли ее и освободили ногу пострадавшего. 29-летнего мужчину транспортировали к машине скорой и передали медикам. Тем временем в минувшие выходные Сочи отпраздновал свой главный праздник – День города. В этом году курорт отмечал юбилей 180 лет. Праздновать начали еще 21 ноября в День Архангела Михаила, который считается покровителем Южной столицы. Ну а основные массовые мероприятия прошли во всех четырех районах курорта в эти выходные. О том, как Сочи отмечал юбилей, расскажет Ольга Десятого. «Я люблю Сочи» – День города начали отмечать массовым флешмобом на площади флага. Школьники и студенты, педагоги и волонтеры признавались в любви родному городу в танце и песне. Я люблю Сочи, это точно. Я люблю Сочи, очень-очень-очень. Я люблю Сочи, очень-очень-очень. А вот так встречали гостей на площади Южного Мола. Ансамбль Шапсуги устроил настоящий концерт. Танцевали сами и приглашали желающих. В одном кругу – адыги, армяне, русские и даже гости из далеких стран. Праздник объединил всех. На площади Южного Мола развернулся большой фестиваль «Эд» на Сочи. Цель фестиваля – рассказать о Сочи во всем его национальном многообразии. Больше десятка общин курорта подготовили для сочинцев и гостей большую выставку, рассказывающую о культуре и традициях народов, которых в Сочи проживает более сотни. Кыргызы, например, показали гостям фестиваля, как в их стране принимают пищу. Гостей приглашали вот за такой стол с традиционными угощениями. Все это находилось в юрте. Люди сидели за столом низко. Это наши национальные бурсоки, лепешечки, слоеные, плов. Рассказали гостям фестиваля о народных ремеслах. Вот так, например, ткут фитогобелен из кавказских лекарственных трав. Станок в Сочи привез Василий Филимонов из Лобинска. По всей России и по всему Кавказу это. Висит на стенке зимой и дает воспоминания о лете. А на сцене в это время большой галоконцерт творческих коллективов города. Глава Сочи вручил активным горожанам знаки, признание и почет сочинцев за участие в общественной жизни города. У нас есть чем гордиться, есть чему радоваться. Но, конечно, мы ставим перед собой новые рубежи, новые задачи. Мы хотим, чтобы продолжалось благоустройство города, чтобы строились школы, спортивные школы. Ну и, конечно, мы хотим, чтобы в нашем городе жили счастливые люди. День города отметился и очередным для курорта рекордом. Сочи со 180-летием поздравляли не традиционным праздничным тортом, а гигантской пиццей. Только муки для ее приготовления понадобилось 10 килограммов. Общий вес угощения 25 кило. Размер 2 на 3 метра. Пиццу разрезали на много маленьких кусочков, чтобы праздничное угощение смогли попробовать как можно больше горожан. А ближе к вечеру сочинцы и гости города переместились на театральную площадь. Здесь прошло лазерное шоу. Здание зимнего театра превратилось в большой календарь культурных и спортивных событий, которых курорт ежегодно принимает более трех сотен. Главный праздник Сочи – День города – отметили во всех районах. В городе прошло 70 крупных мероприятий, участие в которых приняли более 25 тысяч гостей и жителей. Праздник получился не только ярким, но и безопасным. Порядок на улицах Сочи охраняли более 250 полицейских и сотня казаков. Ну а завершилось празднование юбилея большим праздничным салютом. Город Сочи отметил 180 лет и смело шагнул к новым достижениям и новым вершинам. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ко дню города и жители Адлера получили подарки. Открыт после ремонта подземный переход территория ЗАГСа украшена скульптурой «Лебединая верность». А вот в центральном районе на улице Пластунская местные жители с детьми пришли на детские площадки, которые только готовятся к открытию. Везде празднично и торжественно. Ремонт подземного перехода от нового века к центральному рынку завершили раньше срока на три месяца. Строители старались успеть ко дню города. Именно этот подземный переход входит в стройку наиболее востребованных в Адлере. В часы пик там проходит даже 2700 человек в час. Очень нужный переход для Адлера. Очень нужный. Когда его не было, люди бегали через дорогу. Ну что это такое? Это неправильно. А сейчас сделали очень отлично. Все хорошо. Нам очень понравилось. Очень хороший переход. Молодцы. Сделали здорово. А самым романтичным подарком стала скульптура «Лебединая верность», установленная на площади у районного ЗАГСа. Работа скульптора Аганесса Апаяна. Так что у Адлерсов появилось еще одно знаковое место, где можно делать фотосессию. В сегодняшний день города мы подарили уже пять детских площадок. Открываем сквер, открываем скульптуру «Лебединая верность». Это хорошая традиция. К ней надо относиться к тем вещам, которые мы делаем, бережно и с любовью. А жители домов с улицы Пластунская не стали ждать торжественного открытия сквера, пришли на те площадки, которые уже готовы. Здесь очень хорошо. Мне нравится. Видно, что здесь мастера ее долго очень делали. Мне так нравится она. Здесь все есть. Даже турники есть. Это лучшая площадка. И я считаю, что надо больше сделать таких площадок в разных районах. Вот это мне хочется. И чтобы везде было так. В этом микрорайоне зеленые прогулочные зоны, как глоток воздуха, необходимы. Закончили трудные работы, связанные с бетонированием, с асфальтированием. Остались работы, связанные именно с благоустройством. Это лавочки, это урны, это безопасное резиновое покрытие на детской площадке, на площадке Варкраут. Поэтому, я думаю, что торжественно с жителями мы ее откроем непосредственно в четверг. А сегодня у нас во всех микрорайонах отмечается праздник. Не захотели жители оставаться дома в воскресенье, пришли пообщаться. Посмотреть, что еще необходимо сделать и самим. Чтобы площадка была максимально ухоженной и безопасной для детворы. Детям действительно нужно место, где они могут свободно, спокойно поиграть в комфортной зоне. Если раньше был пустырь и неухоженное место, то теперь для наших детей будет раздолье. Мы будем их сюда приводить классами. Для первоклассников и садиковских детей это просто здорово. Подарки ко дню города розданное. Настроение хорошее у тех, кто дарил и у тех, кто получил. Новые площадки и скверы – лучшие сюрпризы для всех жителей курорта. Елена Овсицына, Николай Тихонов, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. К намастям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 27 ноября в Сочи переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 9, 11 днём, 12-14 градусов выше нуля. Стильные аксессуары в салоне-магазине «Куранты», брендовые часы «Швейцария», «Япония», «Россия». Изящные женские, классические мужские, топовые молодёжные. Центральный универмаг напротив ЖД вокзала. Стоматология доктора Куликовского, компьютерная 3D-томография, инновационные технологии лечения под микроскопом. Команда профессионалов, которой стоит доверять. Часовой салон-магазин «Куранты». Штрих вашего стиля. Широкий выбор, доступные цены. Ждём вас по адресу. Улица Горького, 53, ЦУМ, 2 этаж. 8-918-3243. В День города подвели и итоги сразу двух городских конкурсов. «Сочинские мастера» и «Чистый дом. Красивый город». По традиции, гордость курорта и труженика в южной столице собрал зимний театр. «Сочи, тему!» В любви к городу признаются и иностранные туристы, не изменяя к нему и россияне, которые, судя по официальным данным, решили встретить в Сочи и Новый год. Город-здравница, город спорта и здоровья, город-сад. Таким Сочи является в том числе и благодаря своим горожанам, домкомам и строителям, педагогам и спортсменам, предпринимателям и общественным лидерам. Причастных к переменам, которые происходят в городе, поблагодарили за неравнодушие и отметили почетными знаками, грамотами главы города и ценными подарками. Все это в рамках конкурсов «Сочинские мастера» и «Чистый дом. Красивый город». Горожане принимали активное участие в благоустройстве своих дворов, улиц, микрорайонов. В результате первое место в номинации «Лучший ТОС» присудили ТОСу Донской. Название как раз соответствует нашему микрорайону «Чистый дом. Красивый город». Он действительно стал просто очень красивым, наш микрорайон. Наши жители так подтянули, что мы сами не ожидали, мы очень старались. Это два года очень большого труда. Я не стесняюсь так говорить, потому что это действительно был очень большой труд. Мы работали с каждым домкомом. И опять-таки говорю, у нас это получилось. Оценивали в течение года в Сочи и работу горожан самых разных профессий. Лучшим учителем по итогам конкурса «Сочинские мастера» стала Ольга Кудина. Она преподает математику и основы православной культуры в 44-й гимназии. Наша профессия, профессия педагога, она действительно очень важна, очень нужна нашему городу, нашему будущему. Поэтому то, что оценивают педагогов в этом конкурсе, и есть номинация образования, конечно, это самое ценное. А то, что в эту номинацию попала я, ну, слава Богу, потому что это все-таки не только мои заслуги, заслуги коллектива и тех учеников, с которыми я работаю, потому что один в поле не воин. А это мэр Сочи награждает лучшего водителя курорта Сафир Абдулович Хваржев, 54 года в профессии. Последние 20 лет работает на городском маршруте номер один, знает каждый уголок города и не перестает им любоваться из окна своего автобуса. Хорошее настроение, аж радуешься. Ну, чтобы сюда попасть, надо трудиться, трудиться, еще раз трудиться на совесть. Сочи – это мой родной город, любимый город. Как его не любить? Сейчас дороги у нас прекрасные стали, развязки сделали. Почти что затор и не чувствуется. Мы успеваем. Одно удовольствие – только работать. Собравшихся на торжественном мероприятии в честь Дня города Анатолий Пахомов назвал не иначе, как гордостью Сочи. Это люди, которые участвуют и побеждают в престижных соревнованиях, как спортивных, так и творческих. Занимаются наукой, охраняют покой граждан, заботятся о чистоте и благоустройстве своего города. С каждым годом все больше и больше у нас дворов участвуют. Вот в этом году уже до 400 дворов города, которые принимали участие в этом конкурсе. А это значит, что жители этих домов готовились, они сажали цветы, они улучшали свой быт. Мы все время работаем над благоустройством наших территорий. И на протяжении последних двух лет мы особое внимание уделяем тому месту, где люди непосредственно живут. То есть это скверы, парки, которые мы строим. Бюджетные деньги, они и будут выделяться для помощи нашим жителям. И когда люди своими руками стараются украсить свой двор, сделать его красивейшим, это есть достижение той цели, которая перед собой ставит конкурс. А цель одна – красивый город. И работа по продвижению курорта, в том числе и на международном туристическом рынке, продолжится, подчеркивают власти Сочи. Это привлечет новые инвестиции, что в итоге скажется на повышении уровня жизни всех горожан. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, Михаил Дубинин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». День города отметили и спортивными турнирами. Так, на площади искусств прошел уже традиционный турнир по уличному баскетболу. Более двух десятков команд разыграли кубок городского собрания Сочи. Площадь у художественного музея в день города превратилась в спортивную площадку. Здесь прошел турнир по уличному баскетболу на кубок городского собрания Сочи. Право открыть соревнования и забросить в корзину первый мяч дали народным избранникам. Совет молодых депутатов при городском собрании, в их числе Роман Поломарчук, Леонора Жукова и Роман Кирюшин, придумали эти состязания три года назад. И они уже прочно вошли в календарь спортивных событий города. Мы стараемся уделять больше всего внимания именно молодежи и спорту. Бюджет города Сочи ориентирован именно на молодежь, на социальные программы, на спортивные программы. В турнире по стритболу с каждым годом участие принимает все больше баскетболистов. В этом году 22 команды. Их разделили на три группы. В составе воспитанники спортивных и общеобразовательных школ, трудовые коллективы и студенты. Уровень у сборных разный, но объединяет всех одно – любовь к баскетболу и в целом к спорту и здоровому образу жизни. Эти стремления активно поддерживают сочинские депутаты. Олимпиада 2014, футбол 2018. Сейчас спорт стал на пике популярности. И это очень радует. Я горжусь этим, что наши юноши, наши детишки, они очень увлечены спортом. Не просто, а очень увлечены. По итогам турнира в разных категориях победу одержали команда 8-й школы, Сочинского поликультурного колледжа и Ростелекома. Команды-победители и призеры турнира на призы городского собрания Сочи получили заветные медали и кубки. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания, ФКТ. В рамках празднования Дня города традиционно проходит финал городского фестиваля конкурса детского творчества с ограниченными возможностями здоровья «Хрустальный петушок». В галоконцерте приняли участие победители районных этапов, а помогали им воспитанники творческих коллективов города. Подробности в нашем следующем сюжете. Девятый год творческий фестиваль «Хрустальный петушок» собирает на сцене Зимнего театра самых активных и талантливых детей, которые были отобраны жюри во время районных этапов. В этом году из 400 участников в финал вышли 60, в их числе и 10-летняя Юлиана Чернявская. Она решила показать театр «Розового слона» и сама сшила персонажей для мини-спектакля. Я сделала выкройки, склеила, сделала поролоновую основу, обшила всю ткань, поролон я склеивала пистолетом клеевым, и сшила одежду, и вот. Есть две марионетки, вот эти два маппета для театра, а еще два маппета, еще одна собака с другой одеждой и мычка тоже. Юлиана поклонница Сочинского театра «Кукол Саквояж» и его руководителя Романа Соколовского, который теперь уже сам оценил творчество своей постоянной зрительницы и сделал ей приятный подарок. Подарим, во-первых, сертификат на бесплатное, постоянное посещение любых наших спектаклей театра «Кукол Саквояж», а во-вторых, пригласим ее на мастер-класс. И мы с ней вместе, я и Юлиану, сделаем какие-то куклы, которые ей, я думаю, понравятся. В общем, я думаю, для нее это будет замечательный подарок. Необычные сюрпризы ежегодно участникам вручают меценаты и организаторы фестиваля «Хрустальный петушок». На этот раз городская общественная организация «Лига женщин МОЗ Добра» предоставила ценные подарки коллективам школы-интерната и детского садика в Хосте, а также айпады для всех ребят. Мне нравится активность этих детей. Раньше мы их не могли вытащить, а сейчас мы ими гордимся. Они более уже самостоятельные, они уверенные в себе. Это как раз то, к чему мы и стремились, чтобы добиться их хорошего социума, чтобы они понимали, что они такие же, как все, и могут находиться в общем коллективе. Конкурс призван привлечь внимание общества к детям с ограниченными возможностями здоровья и показать их таланты. А их много. Дети, несмотря на свои недуги, поют, танцуют, рассказывают стихи, рисуют и изготавливают своими руками разные поделки. Вы для нас тоже пример. Пример ужаса, стойкости. И, конечно же, нам всегда следует поучиться каждому жизнелюбию и умению совершенствоваться и достигать поставленных целей, несмотря ни на что. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддерживать. Желаю всем достижения намеченной цели, неиссякаемой веры в свои возможности и оптимизм. С праздником вас! Фестиваль «Хрустальный петушок» ежегодно проходит в рамках празднования Дня города. И много номеров было посвящено Сочи. Кстати, гала-концерт могли увидеть жители и других городов. В этом году впервые была организована прямая трансляция в интернете. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи в День матери выбрали супермаму. В зале Дома культуры Центрального района прошел 10-й юбилейный конкурс среди будущих мам, организованный спортивно-оздоровительным центром «Растем вместе». Кто стал лучшей? Узнаем в материале Татьяны Говорковой. Десятый год спортивно-оздоровительный центр «Растем вместе» предлагает каждой будущей маме проявить себя и доказать, что она лучшая. Все участницы умеют танцевать, петь, пеленать ребенка, готовить вкусные и оригинальные блюда и мастерить необычные подарки для своих малышей. Это было что-то волшебное, это было незабываемо. Главная цель нашего конкурса – доказать, что беременность не болезнь, а временное, прекрасное состояние будущей женщины. Что она красива в этот период, что она здоровая, что она прекрасна, она верит в свои силы. За корону «Супермамы» боролись шесть участниц, и каждая показала свою креативность, а главное – уверенность в том, что она лучшая. Причем многие конкурсантки мамами становятся не в первый раз, и выбрать победительницу членам жюри было нелегко. Все участницы получили свои особые титулы и подарки от партнеров мероприятия. Корона «Супермамы-2018» досталась Людмиле Ковалевой. Ее вручила победительница прошлогоднего конкурса. Корона, корона на победительце! «Супермама-2018»! Я, конечно, безумно рада и счастлива, что победила в этом конкурсе. Эмоциям нет предела. Еще хочу поздравить всех мамочек, всех с праздником, чтобы вы не болели, чтобы у вас все было хорошо, чтобы у вас были здоровые детки. И в особенности я хочу поздравить свою мамочку любимую. Мусик, я тебя люблю очень. Будь здоровой, счастливой. И все, чтобы у тебя было хорошо. Теперь через год Людмила также передаст корону следующей победительнице конкурса «Я – супермама», который проводит спортивно-оздоровительный центр «Растем вместе». Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях. Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ ВКонтакте». В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok